А теперь подпишись на наш канал А теперь подпишись на наш канал В этой серии у нас под осадой находится город Фермон Как вы помните меня выкинуло из игры Но это не страшно Сохранение все у нас Как это сказать На месте Так, город Фермон под осадой Что будем делать? Македонская кавалерия Два человека Я не знаю как их переобучить Нет у меня Соответствующих сооружений Это печально Морф вроде бы уже Перестал нас Мучить в столице Нашей маленькой империи Так, надо поиграть с налогами Давайте снизим А то общественный порядок совсем не к черту Место знаменитого сражения Год 257-58 до нашей эры Победитель Девакл Македония Проигравший греки по-моему Вот таким вот С крещенными мечами Помечается на карте Компании Великие битвы Не знаю почему Именно эта великая битва Отметилась А не какая-нибудь другая Например Как мы отбили город Фермон Я считаю Вот та действительно была Великая битва А эта так себе Дакия что-то хочет нам предложить Нет, передумал Я считаю Нам уже Хватит отсиживаться Нам нужно идти в наступление Нужно захватывать территории Возвращать старые города Греческие города Союзник У них этот Как их там Блин Забыл Как-то фракция Это называется Скифия Нет Скифия Чем могу служить? Да Не помню Ну да ладно Тем временем Послом идем К Арфагену 37 лет ему Я думаю Он Не скончается По пути Селевки Да вот Вспомнил Так Что будем делать? Член семьи Дойдешь ли ты До Фермона Нам нужна поддержка Не дойдет Ну хорошо Может быть еще ход И он дойдет Надеюсь на следующем ходу Он не будет Атаковать наш город Ну Мои надежды Вряд ли сбудутся Представляется разумным Построить в этом поселении Храм Деметры Храм Говоришь Построить Ну Я не думаю Что нам нужен храм Давайте построим порт Доступный торговлей В торговой флотилии Плюс один Это хорошо 50 на 50 С учетом того Что нас почти В два раза больше И посмотрите Грек Не вступает в битву Значит они Не союзники А возможно даже враги То есть Грек и Брут Это хорошо Постоянное ощущение опасности Порождает презрение к ней Согласен У меня постоянное ощущение Опасности И теперь я вообще Забил на нее Эту опасность Хорошо Отлично Давайте скипаем Он тут долго будет Распинаться А нам нужно По-быстрому Избавиться От врагов По старой схеме По старой тактике Будем Задействовать Своих лошадников Вы не переживайте Ребята Я не буду Только лошадниками Играть И выносить всех Только таким образом Я Создам себе Нормальное войско И будет у меня И гоплиты И лучники И кавалерия И все что хочешь Просто на данном этапе игры У меня Не так много Доступных юнитов И очень много врагов Так что мне как-то Надо от них Избавляться Если игра Предлагает мне Такой шанс Такой выбор Воинов Почему бы мне Их и не использовать Не считаю это Каким-то читерством Так что Пока что я буду Кавалерии Давить врагов Но в будущем Я Не намерен Только кавалерии играть Вообще Я люблю пехотой Исключительно Кавалерии Я не очень люблю Играть Это вот только сейчас Когда я начал Вром тоталор играть Я Понял как бы Все плюсы Все прелести Игры С кавалерией Поэтому Играю Ей Не дробит он пока Своё войско Но бегает Не знает куда ему Смотреть То ли налево То ли направо Ага Отправил Легкая пехота Гастаты Посчитал что Один отряд Гастатов Разберется С тремя отрядами Кавалерии Хорошо Если они тебе не нужны Парень Я их заберу Прямиком К Аресу Пусть они там Отдыхают Ты сам их отправил Извини чувак Если они тебе не нужны Я их забираю Аресу нужны Души Он шьет покрывало Из кожи Мертвых солдат Как говорил Ахиллес В фильме Трое Так Ну чё Ещё кого-нибудь Пришлёшь Мне Нужны ещё Вернее Не нужны ли тебе Ещё какие-то Отряды Давай Засылай Чё ты Метишься Засылай Не бойся Ну давай Сражаемся Мы на территории Греков Но по сути Это наша территория Бывший город Каримф Или как он Назывался Каримф Который у нас Забрали Военачальник пошёл Хорошо Тоже не жалко Решил затащить Один против Трёх отрядов Хорошо Ну и собственно У него собаки остались Слава великим богам Вражеский полководец убит Ну естественно убит Ужас поселился в сердцах наших врагов Ужас поселился не только в сердцах наших врагов Ну и задница у них пригорает Пригорает наверное немножко Пуганные кролики Давай Добивай их Шесть человек А где ваши собаки Что убежали что ли Враги потерпели сокрушительное поражение Это поразительная победа Достойная великого полководца Да я такой Безоговорочная победа Оружие хранит мир Латинская поговорка Победа Победа Увеличение характеристики Плюс две Единицы Ох нифига себе У него характеристики Гибкий Талант командира Понимающий стратегии Жена вне подозрения Этому человеку повезло с женой Хороший атакующий Этот человек постоянно совершает Свои наступления самостоятельно Типа Хороший полководец Хороший защитник Ну отлично Пять звезд командования Влияние одно Один венок Так еще три отряда Два отряда застрельщиков Иегоплиты Это кто такой? Греческий шпион Харакс Из Откуда? Гифия 47 лет Ты давай отсюда Топой Так Это не доходит Да Каринф Этот город назывался Ну называется Разберемся теперь с греками В большой армии Никогда не бывает порядка Еврипид Евры Еврипид Да В большой армии Никогда не бывает порядка Ну вы знаете Че я буду делать По другому пока никак Ребята Надо их давить Не надо показывать свою слабину Надо атаковать в любой Удавшийся момент Врага Иначе они подумают Что мы слабаки И будут нас Продолжать бить Обходим с флангов Конница зашевелилась Кстати конница будет Немножко посложней В этой каточке Отыграть мне кажется Так как у него Конные застрельщики То есть они будут Отбегать Стрелять Потом опять Отбегать Опять стрелять И так снова и снова До тех пор То есть они будут Максимально Отдаляться на Расстояние С которого смогут Стрелять Вот как сейчас Нет нет Вы что Опять хотите Ногоплитов Ну вы че Дебилы что ли Все Военачальник Зажат И убит Отлично Обстреливает Нас он Скотина Эй Эй Куда вы Надо с ними Разобраться Вот видите Он убегает И стреляет В нас Скотина Хорошо Давайте Один отряд Пусть отгоняет Остальные Бейте Каплитов Ах ты Сволочь Вы посмотрите Он напал На наш Одинокий Отряд Значит Когда мы Толпой За ним Гоняемся Он Он Убегает А если Один отряд Он решил Его добить Ну конечно Молодец Сволочь Такая Трусливая Собака Ну-ка Гоните Его Гоните Его С санами Тряпками Прямо К границе Прямо В спарту Пусть Убегает Он Даже Не Отступает Просто Убегает Сволочь Все-таки Убежал Безоговорочная Победа Один отряд У нас Исчез Так Четыре Отряда В Каримфе Сидит Давайте Мы Этому Военачальнику Дадим Немножко Воинов И Осадим Город Осадим Или Осадим Не знаю Как Правильно Вернем Каримф Македонии А потом Испартой Займемся Почему Бо И Нет Пора Контра 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 Атаковать Сохранимся Я Сохраняюсь Не для Того Чтобы Загрузиться Если Я Проиграю А Сохраняюсь Для Того Чтобы Если Меня Выкидывает Чтобы Была Точка В Ну Вы Поняли Короче Читляка 800 Против 619 Это Будет Сложнее Если Он Атакует Значит У него Есть Таран Занялась Заря Зловещая И Страшная Но Еще Страшнее Да 4 Тарана Баллисты И Нехилая Армия Я Вам Хочу Сказать Большой Упор У него На Конных Воинов И На Боевых Псов Понятно Ну И Пеших Отрядов Тоже Немало Здесь Моя Тактика Вряд ли Будет Работать Хотя Кто Знает Либо Всех Согнать На Площадь Либо Согнать На Площадь Гоплитов А Конными Отрядами Выйти Из Города По Флангам И Атаковать Его Там Ну Не Знаю Посмотрим Поставим Вот Так И Вот Так Еще Один Отряд Отличный Все Все Гоплиты Стоят Объединяем В одну Группу Ладно Попозже Объединим Пусть У меня Будет Один И Два Группа Это Кавалерия А Гоплиты Будет Третьей Группой Группой Ты Сам По Себе Ну Где Нибудь Вот Здесь Стой И Стреляй Если Сможешь Или Или Вот Здесь Давай Вот Здесь Возле Стены Надеюсь Ты Выживешь И Расскажешь Своим Детям О Этой Величайшей Победе Потому Что Спартанцы Не Отступают Спартанцы Не Капитулируют У Нас Проще Выбор Аркадиец Так Вторая Группа Я Вот Не Знаю Выводить Ли Их Из Города Или Поставить Здесь И Атаковать Такие Одиннадцатые Одинокие Отряды Брута Отделившихся Никчемных Войнов Брута Сраных Макароников Давить Будем Отлично Отряды На выход Ребята И И Вы Тоже Попробуем Хоть Каких-то Хоть Кого-то Короче Вынести Не знаю Получится Или Нет Вынести Все Тараны Тогда Он Точно Просрёт Но У него Баллисты Есть Да Вряд Мы Успеем Блин Эти Гоплиты Они Конечно Жесткие Ой Гоплиты Гастаты Если Мне Память Не Изменяет Они Могут Принимать Формацию Черепаха О 48 Уже Процентов Он Даже Тараны Свои Не Тащит Он Сейчас Сломает Стену Баллисты Просто Бросит Тараны И Пойдёт Вперёд В город Нет Эту Битву Мы Не Затащим Как Бы Мне Ещё Двух Полководцев Не Потерять Ну Если Мы Проиграем Мы Их По Любому Теряем Так Как Отступать Нам Некуда И Македонцы Не Отступают Македонцы Не Капитулируют Мы Покроем Себя Славой Давайте Ребята Аля Таки 80 И 80 Нифига Се Как Там Было Про Страх Вечно В страхе Когда Находишься Теряешь Теряешь Там Что Страх К Страх Или Я Не Помню Как Это Было Вот Сейчас Было То же Самое И Уже Не Страшно Ити На Два Отряда По 80 Человек Каждый Тремя Отрядами Конницы Просто Иду И Валю Отступаем Ребята Сейчас Будем Зажимать Конницу Ой Еще Один Отряд Бежит Так Давайте Быстро 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 Тут Что Тут Зажали Отлично Давайте Военачальника Тут Тут Тоже Дажали Давайте Легкий Легкую Пехоту Гастатов Валите Слушайте А может Мы Затащим Эту Каточку Неплохо Так У нас Кавалерия Сейчас Прошлась По Его Войскам Так А Почему Вы На Военачальника Не Пошли Я же Вам Сказал Ладно Идите Туда Артиллериум Валите Военачальника Давите Давите Ребята Быстрее Чтоб он Побежал Или Умер Нам Это Необходимо Прям Срочно Необходимо Блин Что Делать Ладно Бейте Там Давайте 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 Он Побежит Все Побегут Смотрит Держится Падла Все Аж Лошадь Выбежала Из-под Ног Все Наша Кавалерия Полностью Разбила Всю Армию Его Ну Почти Все По крайней мере Те Кто Здесь Был И не Успел Войти В город Легкая Конница Давайте Догоняйте Сейчас Мы Еще В городе Всех Раскидаем Наведем Там Шороху Вражеский Военачальник Погиб Здание Потеряно Ничего Страшного Раз Два Три Четыре Пять Отрядов Где-то В город Зашло Здесь Наши Жесткие Парни Стоят И Собак Он Наслал На нас Давайте Конницы Зажмем Их Здесь Чтобы У него Не было Пути Отступления Ни 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 Вперед Он Будет Зажат Ах Ты Сволочь Смотри Что Делает Ладно Так Я Говорил Что Я Так Делать Не Буду Но Я Так Сделаю Ничего Страшного Давайте Ребята Колите Вон Они Уже Побежали А А Конница Будет Давить То есть Назад Они Не Убегут Вперед Они Не Убегут Ого Сколько Собак Вы Посмотрите Это Такое ощущение Тоже Встаньте Господи Встаньте Вот Так Так Давайте Обходите Ну Не Так Я Хотел Обойти Зараза Назад Бегите Все С Той Стороны Вы Должны Обойти С Тыла Понимаете Так Вы Тоже Сюда Становитесь Все Сюда Становитесь Вот Наш Один Человечек Стреляет Какие То Вы Трусы Смотри Сколько Собак Блин Нехило Он Так Потрепал О Завершить Битву Продолжить Битву Все Они Просрали Они Обратились В Бегство Они Проиграли Эту Битву Я Я Думал Если Честно Будет Намного Сложнее Но Мы Как-то Очень Быстро С ними Справились Один Человек Бежит Давайте Добивайте Можно В принципе Без Формации Так Добивайте Мечами Рубите Их Вот Этого Тоже Одинокого Парня Че Все Нет Больше Желающих Вроде Бо Нет Моя Конница Вообще Жестокая Всех Разнесла Там На Подступах К Городу Правильно У них Бронзовые Эти Оооо Мой Отряд Из Двух Человек Македонская Конница Погибла Ребята Ай-яй-яй, как жалко. Ну зато военачальник одну серебряную галку получил. Остальные в бронзе сидят. Гоплиты, кстати, тоже уже в бронзу. Скоро выходят из бронзы и получат серебро. Неплохо. Давайте вот этих тоже добивайте. Просто пробежались и все. Затоптали. Отлично, отлично. Вот так вот. Так, македонская кавалерия. Минус 5, потери 2. Блин. Жалко. Эх. Марш разъединяет. Сражение сплачивает. Военная максима. Славная победа. Конечно, славная. Надо корабли туда нагнать, чтобы он больше туда не приплывал. Сволочь. Так. Каринф. Каринф. 444 человека против... Тоже где-то 400 человек с лишним. 135 человек он на подмогу отправил. Капитан Оний. И капитан Акадий. Против Девакла. Нет, не Девакла, а Девкала. Угу. Но у них почему-то шанс выиграть больше. Я вот думаю, отступить или принять бой. Так, а как посмотреть их? Заново я что-то забыл. Ну ладно. Давайте биться. У этого Девкала уже 6 или 7 звезд командования. По-быстрому так он набрал. Неплохо, кстати. Ооо, знакомое место. Подождите, это получается не осада города, а просто битва? А теперь оружию! Давайте ожесточим наши сердца! И подумаем о лучших днях нашей жизни. Эти дни еще придут... Мои ребята настолько жесткие, что стоят в воздухе. Вы видели, да? Прям Иисусы. Красивая трава. Красивые пиксели. Грязные твари, кричат мои воины. Ладно. Давайте размещать войска. Значит, что у нас есть? У нас есть 5 отрядов конницы и 4 отряда гоплитов-ополченцев. Гоплиты все полненькие, новенькие. Прям как на подбор каждый воин. Еще не закаленные в битве. И у меня есть кавалерия, которая полуживая. Но зато они ветераны у меня все. Отведем гоплитов чуть-чуть назад. Вот таким вот образом их поставим. По-равне. Вот так. Даже не так, а вот так. А, блин. Кавалерия. Просто у него на подкреплении еще войны. Я за это переживаю. Враги привели на поле боя еще людей. Давайте кавалерия потихоньку продвигаться к врагу. С флангов, соответственно. Неужели у него один отряд там стоит? А нет, не один, два. Гоплиты и конники, по-моему. Да хера их что-то, кстати. Куда это ты уходишь? Сейчас посмотрим. Так, гоплиты на меня побежали. Это легкая конница. Отлично. Сможем ли мы забежать? И конницу ударить? Не знаю. Попробуем. Пока эти гоплиты развернутся, повернутся, мы вот. Отлично. Только почему вы его не убили? Ну ладно. Пусть бежит. Там наши гоплиты стоят. Все, бейте этих. Подудим в рог и зажмем. Драги показали, чего они стоят на самом деле. Они не солдаты. Они просто пуганные кролики. Да, пуганные кролики. Что, и все, четыре отряда гоплитов он отправил? Да это как два пальца об асфальт. Сейчас мы их разобьем. Так, у тебя сколько здесь? Четыре человека убегают? Ну хорошо. Вряд ли вернутся они. Еще один военачальник, значит, у него есть. Ну, уже не член семьи, а просто. Его тоже желательно убить, чтобы он не мешался. Кавалерия решает, ребята. Кавалерия решает. Хочу уже нанять каких-нибудь нормальных парней, пехоту, которые будут подбегать и рубить в капусту этих всех, всех врагов. Просто реально. Так, заходите с фланга. Надо было в начале кампании посмотреть, кто у Македонии там сильный, кто слабый. Из воинов. Я что-то не помню. Чтобы потом ориентироваться на этот тип войск, но который по умолчанию рекомендует нам игра. Так, назад. Чуть не прозевал. Сейчас бы сорок человек лишились просто. Ты что, без своих пик, что ли, решил напасть? На конницу? А ты дурак. Сумасшедший. Безумец. Эй, это что такое? Как так вообще? Куда вы? Вы что, серьезно, что ли? Да ладно, вы что, серьезно? Да. Правильно, их мало осталось. Поэтому они и побежали. Бейте в тыл им. Давайте, ребята. Отлично. Вот так вот надо было. А не как вы сделали. Дебилы. На самом деле, это моя ошибка. Не надо было их так отправлять. Несмотря на то, что они побежали на нас. Только использовав мечи. Все-таки надо придерживаться традициям. Обходить сзади и спереди и бить. Тогда бейте их уже. Что, два человека? Жалко, что ли? Зачем вы их оставляете? Вот так. Вот как баланс сил сразу. Изменился. Давай, военачальника сейчас будем давить. Главное, чтобы нам потом в тыл не забежали. Вон те гоплиты. Бей, бей, бей. Назад, назад. Да назад. Ну, куда вы на копе налетели? Че он хорошо побежал? Вот зараза. Семь человек осталось в группе военачальника. Это плохо. На кону зато город. Все, убили военачальника их. Кто не знает, что их судьба решена. Пусть идут помедленнее, чтобы отдохнули. Отправим тогда гоплитов на ускоренном марше. Пусть они разбираются с этими утырками. Смотри, что делают. Поднимает, опускает. Поднимает, опускает. Эй, а что такое? Не понял, откуда здесь отряд? Откуда вы здесь? Ах вы, сволота. Почему мои бегут? Ах вы, уроды. Добивайте их всех. Вот, сволочь, откуда этот отряд появился? Я вообще не понял, как он там оказался. Ладно. Добивайте их, добивайте. Так, вы вернулись. Давайте тоже бегите и бейте по задницам. Капитан Ксенофон какой-то. Че там добили? Ты че здесь бегаешь на месте? Ну как разберетесь. Да куда вы? Вот же он стоит. Вы че, не видите его? Как дебилы. Хер с вами встаньте. Так, вы че тут? Добили, хорошо. Ну-ка, давайте вот этих добивайте. Они прям к вам прибежали. А эти побежали того бить, да? Ну, идиотизм полный. Ай, хер с вами. Тебилы. Я не знаю. Просто идиотизм. Бьешь этих, они бегут туда. Бьешь тех, они бегут сюда. Короче, вот сюда становитесь. Будьте разбираться с ними. А вы вот сюда становитесь. Может, этого даже убьете, не знаю. Ну, сволочь, пошел на нас. Знает, зараза, куда идти. И от кого бежать. Падла такая. Давайте. Ребятушки. Так, че я на паузу-то нажал? Пики приготовили. И в бой. Так, стоп. Вы тоже в бой. Вы сейчас с тыла зайдете. Давайте. Все, колите их. Все, битва завершена. Дуги. Преследуйте их. Гоните их с поля боя. А куда их гнать? Я брат. Ну, гнать-то некуда. И что мне теперь ждать, пока вот эти вот не убегут или не умрут? Ладно, давай добьем. Че вы делаете? Да ладно, блин. Сейчас я буду еще искать, кого добивать. Героическая победа. И потерпели сокрушительное поражение. Это поразительная победа, достойная великого полководца. Около 110 с лишним человек мы потеряли. 110-120 примерно. Славная победа! Вот так. Ну, так как это мой город, я займу его. А вот в Спарте я уничтожу всех жителей. Вот так вот. Возвращаем наши земли. Слушай, раз мы разобрались, может, куда-то еще пойдем? Нехилая такая армия у нас здесь стоит. Ой, блин, опять переобучать этих бомжей. Ремонт стен. Так, давай вот здесь встань, если кто-то придет. Если что, дашим. А это что такое? Какой-то город. Повстанческий. Может захватить его? Еще и без стен. А вот теперь кораблями надо реально здесь попатрулировать. Чудо захвачено. Статуя Зевса в Олимпии. Наша армия захватила одно из знаменитых чудес света. Такой трофей достоин богов. И богов. Статуя Зевса дает улучшение плюс 4 лояльности жителей всех городов. Ну и тут какая-то история, ладно. Читать это не буду. Отлично. Вражеская армия бежит. Девкал. Итоги периода. Город растет. Фермон. Так, а что? Что здесь растет-то? Что ты меня обманываешь? И салоники. Городские казармы. Военные конюшни, рудники, храм Артемиды. Что посоветуешь? На данный момент представляется разумным построить в этом поселении кавалерийские конюшни? Говоришь. Так, торговец, рудники, городские казармы. Что дают гоплиты ополченца, рекруты, копейщики, фалангины какие-то. Легко вооруженный копейнос, греческая кавалерия. Ну давай. Да, скоро этот город тоже вырастет. Так, что у нас здесь? Увеличение налогов 40%. Это что? Общественные расходы на содержание вашей армии. Пока неплохо. Постройка завершена. Девкал. Ну-ка. Че ты там у нас? Так, а это что такое? Опустошение, коррупция, общие расходы на содержание нашей армии. Так, переобучить. Гоплиты ополченца, подожди. Академия, что она дает? Хорошо управляется, так как много образованных людей. Ну давай построим. То есть, по сути, она общественный порядок дает. Доход и все такое, да? Ну, наверное. Я не знаю. Ну, Девкал, блин. 21 год, а уже командование у него 5 звезд. Управление 3. Молодец, чувак. Тащит. Знает, что делать. Очень высокие, низкие налоги. Нормальные налоги. Ладно, пусть будут низкие налоги. Очень высокие, очень высокие. Хорошо. Так, у Спарта нет втен. Кстати говоря. Ладно, сохраним игру. На этом, я думаю, все, дорогие друзья. Увидимся в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok